О локальных бедах жителей отдельных районов и сел республики, об общих проблемах в масштабе страны, о просьбах и жалобах, о беззаконии и несправедливости решить, в которую правительство все руки не доходит. Традиционно в четверг депутаты озвучили все это на палате. Не забыли и о своем коллеге, арестованном в Казахстане за контрабанду и за участие в транснациональной преступной группе. Именно такие обвинения предъявлены члену фракции Кыргызстана Салбеку Улудамирбеку. Он задержан и заключен под стражу на два месяца. Я бы хотел высказаться по задержанию нашего коллеги Асалбеку Улудамирбека в Казахстане. Много информации в интернете появляется, но мы как парламент, считаю, не должны оставаться в стороне. Необходимо обратиться в органы соседней республики. Нужно добиться, чтобы его до суда перевели в нашу страну. Если бы уже был вынесен обвинительный приговор, другое дело, но пока такого еще нет. Прошу, чтобы мы не допустили дело до суда. Он несколько раз достойно защищал честь нашей страны как спортсмен. Если бы его задержали в момент, когда он перевозит груз незаконным образом или дал кому-то взятку. Но такого ведь не было. Как он может быть замешан в контрабанде? Он ведь не работает в таможне и не имеет к ней никакого отношения. Нужно выяснить и решить ситуацию до суда. Однако вопрос возвращения Салбека Улудамирбека на родину сегодня весьма сомнителен. Видимо, Тазабек и Крамов не в курсе, что его коллега-депутат чужой среди своих. В прямом смысле этих слов. Резидент-обманщик, который незаконно сидел в соседнем депутатском кресле. У него обнаружилось двойное гражданство. Сегодня эту информацию подтвердил официально казахстанский МИД. И передавать Кыргызстану задержанного соседей не намерены, так как признают его своим гражданином. И судить намерены по своим законам. А вот тем, что в нашей стране заслуживающие наказания его не понесут, обеспокоена Ирина Карамушкина. Скандал с иностранцами, увевшими детей-сирот из Чуйского дома-интерната, по какой-то причине не получает уголовно наказуемого продолжения. До меня доходят сведения, что кто-то звонит из Комитета госбезопасности Чуйским прокурорам и не дают открыть уголовное дело. Когда все сведения были переданы и представлены, почему уволили только завуча Чуйского интерната, а главные фигуранты, кто фокусировал все дела по движению детей, остались при своих должностях. Почему до сих пор не лишено лицензии агентства Nightland Christian Adoptions? Кто покрывает всех фигурантов, вскрывшихся фактов махинаций по усыновлению детей? По мнению депутатов, с руководителями в образовательных учреждениях и впрямь дела обстоят тревожно. От непорядочных директоров страдают не только дети, но и педагогические коллективы. Я хотел бы обратить внимание на школы. Во многих из них директора сидят на местах более чем по 10 лет. И такое ощущение, что они превратили учебные заведения в частную собственность. Молодым учителям дают мало часов и притесняют их. Во время выборов заставляли свой коллектив работать на определенные партии. Кто не подчинялся, таких учителей чуть ли не увольняли. Нужно с этим что-то решать. Как мы можем приостановить такое? Необходимо установить сроки назначения директоров. Если нужно, то новый закон разрабатывать или постановление принимать. А вот где-то с директорами проблем нет, потому что нет самих школ и детских садов. К примеру, в Козелке здание дошкольного учреждения почему-то передали архивы соцфонду. Видимо, чиновники важнее малышей. А в селе Александровка, по данным депутатов, еще в 2005 году начали строительство детского сада для трех сел. Численность населения, которых более 16 тысяч человек. Стены возвели. Вот уже 10 лет их уничтожает. Снег, дождь и ветер. Если экспертиза покажет, что возведенные стены уже непригодны, то 2 миллиона, можно сказать, выбросили на ветер. О похожей проблеме только в другом селе рассказала Эльвира Сурубалдиева. Я постоянно поднимаю вопрос о строительстве спортзала в селе Джаныпахта. Тендер проводился, выиграла компания. Несмотря на то, что договор составили в 2012 году, ремонт до сих пор не начали. Спорткомплекс уже пятый год стоит. ГСБФ то открывает уголовное дело, то закрывает, то возобновляет. Документы не завершены, владелец в бегах. Но между тем компания продолжает работать подрядчиком на других объектах. Сразу несколько депутатов обратили внимание на проблему экологической угрозы. Жители Тугуста-Русского района, где расположено месторождение Макмал, практически борются за свою жизнь. Добыча и извлечение драгоценного металла, которая велась там с 1986 года, по их мнению, стала причиной ухудшения здоровья всего населения. А сегодня там строят еще одно предприятие – золотоизвлекательную фабрику. Обращаются жители Тугуста-Русского района по вопросу строительства там золотоизвлекательной фабрики. Ее строит частная компания, но на базе комбината «Макмал-Алтын». Жители против. Говорят, что и так деятельность Макмальского комбината пагубно влияет на окружающую природу и на население. Продолжительность жизни с 85-90 лет снизилась до 65. Увеличилась смертность детей. Вы знаете, 7 февраля они выходили на митинг с требованием приостановить строительство фабрики. У меня на руках заключение инспекции по экологической и технической безопасности, которая направила уведомление о приостановлении работ. Три местных кенеша приняли такие постановления. Эти уведомления и постановления принимаются, а ничего не меняется. Не лучшая ситуация и на Иссыкуле. После последней поиски депутатов в этот регион жители ждут помощи, говорят парламентарии. Побережье буквально заполнено домами отдыха, частными пансионатами. Но в каком селе ни возьми, и канализации, и очистные сооружения не функционируют. Необходимо, говорят жители, усиленно следить за чистотой и порядком. Ситуация такова, что впору серьезно задуматься над созданием экологической полиции на Иссыкуле. На Иссыкуле продолжается стихийная застройка. Мы недавно там побывали в селе Бостери. Так вот, там идет беспорядочное строительство коттеджей. Нет ирригационной системы. Государственные органы, которые должны были контролировать, не вели никакого контроля. Никакого ТЭО. Кто как хочет, так и строит. Не сегодня, так завтра у нас будет экологическая катастрофа. С советских времен каналы были построены. Несмотря на охранные постановления и существование департамента, они все сдаются в аренду. Прошу разобраться. По всем озвученным проблемам депутаты просили правительству дать соответствующие поручения. А им отправить информацию о ходе расследований и решения той или иной ситуации. Елена Яковлева, Бакыт Кушалиев, НТС.